Всем привет друзья, с вами Девайт и сегодня у нас на обзоре далеко не новая, но все еще довольно востребованная модель в лютус гарнитуры фирмы Planktronics, Voyage Edge. Не буду строить из себя идиота, я конечно же уже ее распаковывал и даже пользовался, но зато я смогу с вами поделиться личным опытом использования, как да что у него там крепится, нажимается, так что поехали. Разработана данная модель в Santa Cruz, Калифорнии, как заверяет нас производитель. Но мы то с вами знаем, где на самом деле эта коробочка собиралась, как дела Китай? Но вынужден признать, упакована очень хорошо и красиво, покупка выглядит дорого и впечатление, которое она оставляет за собой очень приятное. На лицевой части панели расположена док-станция, которая будет хранить и заряжать наш наушник, ну и непосредственно сама гарнитура. Модели выпускались аж в трех цветах, черном, сером и белом, я вырвал для вас только два цвета, черный и белый. На мой взгляд самые крутые, выглядят они достаточно мощно, прям как космический корабль. Черная модель идет с матовой поверхностью и на ней практически не видны грани, лишь синий индикатор. Белая модель в свою очередь идет с глянцевой поверхностью и грани наушника обведены серым цветом. При проведении двое пальцами на обеих док-станциях индикаторы зарядки загораются синим цветом. Реагирует хорошо и тем самым уведомляет нас об уровне заряда батареи футляра слева и самого наушника справа. Внизу расположена петелька, которую можно крепить к сумке, либо еще куда, не знаю кто будет ею пользоваться, но она есть. Держится наушник в футляре очень хорошо и надежно, не выпадает. Время работы наушника в режиме ожидания до недели. В режиме разговора, как заявляет нас производитель, 6 часов и заявляет он правду. Плюс с зарядным футляром устройство может работать до 16 часов. Заряжается футляр с наушником недолго в сравнении с временем работы. Всего 90 минут хватает для полноценной зарядки. Футлярчик прорезинованный, очень приятный на ощупь, скользить и царапать поверхность не будет. Крепится наушник достаточно легко и вынимается соответственно так же. Так, теперь по комплектации. В комплекте с гарнитурой производитель нам торжественно дарит кабель microUSB, который я так же самоторжественно и благополучно забыл на работе и не положил обратно в коробку. Книжечки разные с руководством по использованию данной гарнитуры и инструкциями, что здесь, да как и куда, он даже в картинках. Так что кроме бесплатного фирменного приложения на телефон, а именно Plantronics Hub, можно будет разобраться с девайсом и здесь. Также в комплекте идет зарядка в машину от прикуривателя с выходом на USB, жалко что для такого нищеброда как я этом и даром не нужно, ну тогда ладно. И набор из трех силиконовых насадок разного размера и креплением на ухо. Гарнитуру можно носить с дужкой или без, как вам удобнее, я ношу без. Единственная трудность, с которой я столкнулся при использовании, это выбор насадки для данного устройства. Я колебался от самой маленькой насадки до средней, вроде бы и та сидит, и та неплохо, но в итоге я понял, что комфортнее села маленькая, благодаря которой наушник практически совсем не чувствуется в ухе и хорошо держится. В наушнике стоит хороший динамик, при разговоре отлично слышно собеседника, не репит, без помех и даже достаточно приемлемо послушать музычку там какую-либо, может радио, если сильно хочется. Дальность работы всего девайса от 5 до 6 метров, тестировал в офисе, ну вроде неплохо, работает. Из интересного стоит заметить и защиту от воды, вернее от дождя, нано-покрытие гарнитуры P2i и защищающий от влаги футляр. На корпусе находятся разъемы microUSB, на ножке микрофона можно увидеть прорезь, внутри сеточка из красного материала, защищает микрофоны от ветра, так что можно разговаривать на ветру и не бояться, что вас не слышно. На лицевой панели можно увидеть еще одну прорезь, тут тоже микрофон, всего их 3, так что слышно вас будет. На корпусе находятся кнопки регулировки громкости, рычажок включения, кнопка ответа на вызов, на ножке микрофона кнопка активации голосовых команд, пока они работают только на английском, но система понятливая, в приложении поменяйте язык. Различные способы ответа на вызов, различные голосовые команды гарнитуры, такие как «Сколько там зарядочки у меня осталось? А ну-ка, дружище, подскажи мне, ты подключился к моему телефону или еще нет?». При входящем звонке нужно сказать лишь «Анса» и начать говорить, в общем, удобнейший помощник. Стоит данная прелесть около 120 баксов, и я вам скажу, он того стоит. Когда вы установите приложение на смартфон, повторюсь, Плантроникс Хаб, то узнаете, насколько еще более расширенный функционал и возможности данного девайса. Ну а у меня на этом все, подписывайся на канал, ставь лайк, если видео было тебе интересно, и всего тебе хорошего, пока!